Вся история биологии делится на два этапа. И граница между ними проводится по году, когда вышла в свет книжка Дарвина «Остортини видов» путем естественного отбора. Развитие биологии до этого момента называется «Додарвиновский период», «Додарвиновский». А после этого «Дарвиновский период». Нетрудно догадаться, потому что эта работа заставила всех биологов, и вообще всех ученых, в каком-то смысле вообще всех людей, совершенно по-новому взглянуть на мир. Стало понятно, живая природа не остается неизменной от сотвоения мира, что она развивается, эволюционирует. И это очень важно. Без этого невозможно понять признаки живых организмов. Не зная ход их эволюции, не зная их происхождения, невозможно понять, почему они такие. И, может быть, в этой связи, то и теме, о которой я буду рассказывать, симбиозу, уделялось сначала неоправданно, мало внимания. В основе теории Дарвина лежал принцип естественного отбора. А естественный отбор может происходить при наличии двух условий. Во-первых, это изменчивость живых организмов, и многие считают главной заслугой Дарвина, что он первый обратил внимание на эту изменчивость, ну, серьезное такое внимание. Любые два живых организма, любые два человека, любые две кошки, любые две бактерии чем-нибудь отличаются друг от друга. И это очень важно для биологии. Значит, нужна изменчивость, ну и вместе с этим нужна рассветственность, как оборотная сторона, это и не далее. А второе условие – это борьба за существование. Пряников сладких всегда не хватает на всех. Организмы конкурируют между собой за какие-то ресурсы, хищники гоняются за жертвами, а жертвы убегают от хищников. И это главный двигатель эволюции. А раз это главный двигатель эволюции, то на эти факторы, в первую очередь, ученые и обращали внимание. Там Дарвин писал в своей автобиографии, которую он написал уже незадолго до смерти, что природа жестока, причем настолько, что это был один из факторов, который заставил, мол, под конец жизни разувериться в существовании Бога. Он получил, конечно же, религиозное воспитание и даже одно время собирался стать священником. А в Англии, удивительное дело, чтобы стать священником, надо окончить университет. Тогда, по крайней мере, было. Но не доучился, потом учился на врача, сбросил. Но к концу жизни, значит, решил, что как-то это несовместимо с такой жестокой. Тем не менее, конечно, уже тогда были и другие взгляды на природу. И вот одним из пропагандистов этих взглядов был такой русский ученый, князь Кропоткин. Удивительное дело, еще и анархист, не коммунист, а в честь него, как вы знаете, названа станция метро Кропоткинская. Так его уважали. Уважали его потому, что он был одним из крупных революционеров российских. Боролся с царизмом. Но он был не менее крупным ученым, в первую очередь географом и геологом. В биологии он занялся, видимо, потому, что на разные темы писал статьи для британской энциклопедии, когда жил в эмиграции в Англии. Вообще, его жизни, наверное, хватило бы на пять детективных романов. Но это другая история. Ну и вот он обращал внимание на то, что и в природе, и в обществе есть не только борьба за существование, но и взаимопомощь. В первую очередь он обращал внимание на взаимную помощь организмов одного и того же вида, что они часто помогают друг другу, как-то взаимодействуют, что без этого им трудно выжить, что это должно влиять на их эволюцию. Но говорил, конечно же, и про межвидовые взаимодействия. Тем не менее, в те времена, когда работал Кропоткин, в конце 19-го, начале 20-го века, случаи симбиоза рассматривались скорее как какие-то такие отдельные курьезы. Они были, конечно, хорошо известны. Какие-то из них, наверное, известны и вам. Например, вот такие рыбки, рыбки-клоуны или амфиприоны, живут обычно в кроне щупалец крупных актиний, таких стрекающих, кишечно-полосных. Другую рыбку такого размера актиния бы убила своими стрекательными клетками, а эти рыбки остаются невредимыми. И в щупальцах актинии живет обычно такой главный садец, вместо самок и их потомство. Целый прайд. Почему актиния их не застрекивает? Это отдельный разговор. Сейчас к теме отношения не имеет. Долго было неизвестно, какую пользу они приносят актинию. Но она им понятна, помогает защищаться от врагов. Никто их там не схватит, все побоятся удалить. А актиния это такая выгода. По-видимому, этим актиниям, поскольку их такое толстое тело спрятано в грунте, торчат на пощупальце, довольно трудно дышать. А рыбки эти постоянно там плавают, машут плавниками, приносят новые порции воды и помогают актиниям поглощать кислород. Так что актиния тоже получает пользу. Это сожительство взаимовыгодное. Другой пример его, наверное, знает большее число людей. Вообще, вы знаете, наверное, что муравьи пасут тлей. Тлии это такие муравьиные коровы. Но тут тоже понятно. Значит, муравьи защищают от всяких хищников, гоняют там уже коровок и кличинок, которые поедают тлей. А тлии выделяют капельку сладкой жидкости, причем некоторые только тогда, когда их пощекочат усиками муравей. Муравьи слизывают этот сахарный сиропчик. Тлии получают сахар из сока растений, поэтому им его не очень так жалко, да? А муравьи питаются этим сахаром. И всем от этого польза. Еще один пример. На этот раз симбиоза не между двумя животными, а между растениями и животными. Вот во многих тропических странах, в экваториальных лесах, очень много бобовых. Мы привыкли, что бобовые это в основном травянистые растения. Там клевер, люцерна, что-нибудь еще, там донник, горох, фасоль. На самом деле большинство бобовых это крупные деревья. И к ним относятся акации. Акации очень много разных видов, на разных континентах. И на разных континентах есть акации, у которых вот такие толстые, на конце острые, а в основании очень толстые шипы. Прочные, с прочной оболочкой. Оказывается, внутри этих шипов полости, и там живут очень злые, кусачие и способные жалить людей и животных муравьи. Если на эту акацию наползет какая-нибудь гусеница или жук, муравьи сразу набрасываются на этого жука, кусают его, он улетает, гусеницу они, скорее всего, просто разорвут на части. Если подходит крупное животное или человек, и пытается обрывать листочки, то ему тоже не поздоровится. Если на эту акацию хочет зацепиться какой-нибудь сюсикрианы и обвить ее, то муравьи, скорее всего, его обгрызут и не дадут этого сделать. И без муравьев эти акации просто не выживают. Это показано. Можно не пустить на нее муравьев, обмазать ствол клеем у совсем маленькой акации, и она быстро погибнет, потому что ее обгрызут разные вредители. А в сожительстве с муравьями она прекрасно существует. Ну, муравьям понятно. Она дает, во-первых, жилище внутри шипов, довольно хорошо защищенное. А кроме того, на веточках этой акации образуются вот такие тельца на концах, листочков тельца бельта. Специально в пищу муравьям. Они богаты белками, очень питательные, и муравьи их обгрызают, и ими питаются. Так что акация дает своим защитникам и стол и дом. Все эти случаи объединяются под общим названием симбиоз, а в англоязычной, и в русской литературе их называют мутуализм. Мутуализм – это взаимовыгодное сожительство двух или нескольких разных видов живых организмов. Мы с вами вот до сих пор рассматривали примеры мутуализма между какими-то крупными существами, двумя животными, животным или растением. Но дальше я буду рассказывать в основном про мутуалистические отношения, про мутуализм между мелкими существами. Надо сказать, что вообще, если не добавляя тут слова «тесное», видите, там есть еще слово «тесное» взаимовыгодное сожительство, то окажется, что в качестве мутуализма можно рассматривать всю биосферу. Почему? Потому что вся биосфера, все живое на Земле может существовать только в том случае, если осуществляет круговорот веществ. Ну, каких веществ? В первую очередь, органических, и тех, что из них получается. Вы, наверное, проходили в шестом классе фотосинтез. Растения, когда на них падает солнечный свет, могут синтезировать органические вещества. Вещества из чего? Из воды и... Из каких? Из воды и... Из углекислого газа. Правильно, свет – это не вещество. Молодец, по правилам. Из воды и углекислого газа, то есть из неорганических веществ. Ну, правда, из воды и углекислого газа можно сделать сахар, но нельзя сделать, например, белки, потому что нужны другие атомы. Азот, там, хосфор, калий. Поэтому растениям, кроме углекислого газа и воды, нужно что-то еще. Какие еще им нужны неорганические вещества? Ну, по-моему, проходи. Ничего, если используя, я беру, что-то из воды. Правильно, я говорю. А вместе с водой? Генеральные вещества. Генеральные вещества. Генеральные вещества, не включите, ходим. Генеральные вещества. Соли. И вот в этих посоляках и садятся к азотам, хосфор, хор, хор и т.д. Растения образуют большую часть органических веществ на земле, поэтому они называются продуценты. Дальше часть этих растений съедают животные, потребители, консументы. Но эта часть небольшая. Большая часть растений просто отмирает. Вот сейчас опадают листья, да, их не съели, обратите внимание. Никто их не съел за лето. Потом какие-то старые деревья тоже падают на землю, погибают. И должны разрушить редуценты, разрушители. Разрушители – это бактерии и грибы, в первую очередь. Почему это необходимо? Потому что для того, чтобы выросли новые растения, нужно разрушить органические вещества, снова превратить их в неорганические. Все в ту же воду, углекислый газ и минеральные соли. Если бы не было редуцентов, то растения очень быстро превратили в атмосферу весь углекислый газ. И на этом весь фотосинтон закончен. Так же, как и жизнь на земле. Значит, без животных, консументов обойтись можно, а вот без продуцентов и редуцентов обойтись никак нельзя. Потому что нужен круговорот веществ. Без этого жизнь невозможна. Поэтому вся биосфера обязательно включает вот такие взаимовыгодные взаимоотношения между разными видами живых организмов. А жизнь с самого своего начала должна была существовать в форме каких-то, пусть не похожих на современные, экосистем. Каких экосистем? В которых были продуценты и редуценты. Довольно долгое время в этой роли наступали одни бактерии. Никого больше на земле просто не существовало. Ни растений, ни животных не было. И так продолжалось почти 2 миллиарда лет. И в это время самыми распространенными экосистемами были вот такие вот слоистые камни-строматолиты, на поверхности которых росли бактериальные ваты, толстые пленки из бактерий. Так было по всему земному шару. От этого остались ископаемые следы возрастом 2,5 и больше миллиарда лет. Ну а сейчас строматолиты встречаются гораздо реже, потому что появились животные, и все толстые бактериальные пленки сожрали. И они сохранились только в тех местах, где животные не могут жить. Ну, например, очень-очень соленый, жаркий залив на севере Австралии. Вода гораздо солонее, чем в океане. Животным трудно жить в такой воде. И там живут фотосинтезирующие бактерии, или как их еще называют, сине-зеленые водоросли. Они образуют пленки на поверхности камней. Это современные строматолиты. Они примерно вот такого размера. Смотри, тут гулеточку. Иногда встречаются строматолиты и в пресных озерах, хотя гораздо реже. В тех частностях, где очень высокая конструкция визристи в воде. И внутри строматолита, между разными видами бактерий, тоже существует симбиоз. Взаимовыгодное сожительство. Одни потребляют кислород в верхних слоях, а другие, которые живут глубже, могут жить только при отсутствии кислорода. Одни используют солнечный свет, образуют органические вещества, а другие разрушают эти органические вещества, превращают их обратно в воду, в кислый газ и минеральной соли, и снабжают первых... Неорганические, да. Снабжают первых пищей. И так далее. То есть это тоже такой сложный симбиоз. Но в наши дни таких бактериальных пленок осталось мало, и гораздо более важную роль играет эндосимбиоз. А эндосимбиоз – это симбиоз между одним большим крупным организмом и одним маленьким какой-нибудь бактерией, одноклеточной водорослью или кем-то еще. Крупный организм называется хозяином, а маленький, который живет внутри него, называется эндосимбиоз. И некоторые примеры такого эндосимбиоза тоже изучают в школе. Например, рассказывают про решайники. Симбиоз кого и кого это? Водоросли и гриба. Водоросли и гриба. Вообще, поскольку тело решайника состоит в основном из грибницы, можно, наверное, сказать, что решайники – это такие грибы, которые живут в сембиозе с водорослями. Но до поры до времени это никому не приходило в голову, и только во второй половине 19 века независимо русские и, что, наверное, был немецкий или французский, не помню сейчас ученый, установили, что внутри решайников, оказывается, живут одноклеточные водоросли. Их можно оттуда достать, в создательном условии они будут размножаться отдельно от грибов. Что это не один организм, а два сросшихся по собою. Что это такой симбиотический организм. Многие ученые еще 50 лет не хотели в это верить. Как наши решайники, которых мы изучали всю жизнь, это не один единый организм, а какой-то гриб и какая-то водоросль, да не может быть. Тем не менее, это факт. Водоросли – это сигналы, это грибы, это хозяина. Решайники играют довольно важную роль в биосфере. Часто говорят, что главная их роль заключается в том, что они пионеры растительности. Сейчас свалоков принимают в пионеры. Кто такие пионеры? Что означает это слово? Пионеры. Кто это? Это первый. 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 Да, первый. Пионеры, которые первые, например, куда-нибудь дошел. Первопроходец, так называли пионеров. В Америке, в частности. Ну вот. А почему лишайники пионеры растительности? Дело в том, что все, что нужно им для жизни, они получают из атмосферы, из воздуха. Солнечный свет, вода, углекислый газ и минеральные соли. Правда, в дождевой воде минеральных солей очень мало. Но все-таки они там есть. Кроме того, из атмосферы падает пыль, которая тоже содержит минеральные соли. Поэтому на этом небольшом количестве можно прожить. Из-за этого, в частности, лишайники очень медленно растут. Иначе говоря, другими словами, им не нужна почва, в отличие от растений. Лишайники, как вот эти, показанные на предыдущей фотографии, могут расти на голых камнях, на голых скалах, на граните, на бетонном столбе, на чем угодно. Когда там поселяются лишайники, они образуют органические вещества. И постепенно, конечно, их тело, их слоевище отмирает. Эти органические вещества попадают в какие-нибудь трещины на камне, забиваются туда, их разрушают бактерии. Образуется очень-очень тоненький слой почвы. Но кто может вырасти на таком тоненьком слое? Ну, например, какие-нибудь пхи, маленькие растения без корней, да? Потом отмирают пхи, образуется более толстый слой почвы, и потом уже на нем могут вырасти нормальные растения. Право, цветковое растение. Понятно, почему лишайники пионеры растительности. Они первые заселяют какие-то незанятые участки и готовят в прямом и переносном смысле почву для будущих растений, которые в нем заселяют. Ну, где такое может быть? Вот, например, на Белом море. Там земную кору 15 тысяч лет назад продавил огромный ледник, она опустилась. Потом ледник растаял, земная кора начала подниматься, и со дна моря почти что на глазах людей за несколько сотен лет поднимаются острова из гранита. Сначала на них ничего не растет, потом первыми поселяются лишайники, потом растают травянистые растения, а потом через несколько сотен лет такой новый остров прокрывается уже лесом, там растают елки, соски, березы и так далее. Это важная роль лишайника. Другой пример такого симбиоза. У многих довольно растений, главная их проблема – это нехватка азота. В почве его часто не хватает, а в атмосфере, как вы знаете, азота хоть завались. 78%. Но ни одно растение не способно усваивать азот из воздуха, потому что молекулы азота очень прочные, растения не могут разорвать их на атомы и не могут эти атомы использовать, а бактерии могут. И, чтобы эту проблему решить, многие растения вступают в симбиоз с особыми азотфиксирующими бактериями. В первую очередь, какие-то растения в школе это изучают, и какие-то бобовые растения. Бобовые, нет, не картофель, бобовые растения, все те же бобовые, которые мы уже упоминали. Горох, соя, люцерна, та же акация, любое бобовое растение. А с соидом, если в почве не хватает азота, приманивают бактерии из почвы, они проникают в корни, отдают команды клеткам этого корня, корень образует такой уродливый нарост. Круглый, клубеневый, да. Клубеньковый. Да, клубеньковый, они так и называются. Внутри клубенька живут бактерии, которые поглощают азот из воздуха, непонятно, из почвы, но из почвы тоже проникают в воздух. Превращают его, можно сказать, в минеральные соли, в ту форму, которая годится для растений, отдают растению часть этого азота. А что дает взамен растения? Подходящие условия и органические вещества, например, какой-нибудь сахар, в котором азота нет, которым поделиться не жалко. И это взаимовыгодное сожительство. Кроме бобовых, интересно, что есть клубеньки на корнях у ольхи, такого обычного дерева, только там живут другие бактерии. Не клубеньковые, но тоже способные фиксировать азот. Еще более важный пример эндосимбиоза, для более важного, для растений, в первую очередь, это симбиоз растений с грибами. Называется он микориза. Микос это гриб, ариза это корень, грибокорень. Вот видите, что тут показано? Это проросток сосны, и вот это вот примерный размер его корневой системы. А вот это грибница гриба, с которым он живет в симбиозе. Полежки у него вот такие, вот примерно по размеру, а грибница, видите, какую территорию захватывает. И это симбиотический гриб, который помогает этому проростку поглощать воду и минеральные вещества из почвы. Большинство цветковых растений современных могут прожить без этого гриба. Если вы посадите проросток сосны в стерильную почву, то он вырастет, только расти будет в ветвине. А вот для некоторых цветковых растений наиболее известный такой пример это большинство орхидеи. Орхидеи, кстати, очень много, их 20 тысяч видов. Почти десятая часть всех цветковых растений это орхидеи. И почти все они не могут жить без гриба. У них очень-очень мелкие семена, а не два лифта невооруженным глазом. И когда такой семечко попадает в почву, рядом обязательно должен оказаться специальный гриб. Без этого у него просто не хватит сил прорасти. На первых этапах можно сказать, что растение паразитирует на грибнице, потому что гриб его кормят всем необходимыми органическими веществами в том числе. Но когда растение наберется сил, у него появятся зеленые листья, тогда уже оно будет подкармливать грибницу органическими веществами. А гриб будет только помогать всасывать минеральные вещества из почвы. Ну и пока это не было известно, орхидеи оставались предметом роскоши, потому что их невозможно было выращивать. Их пытались выращивать как раз в стерильной почве, потому что ценные семена, чтобы никто их не заразил, никто им не помешал расти. И, конечно же, ничего не получалось. И не за такие уж большие деньги. Потому что теперь известно, как их выращивать. Сейчас считается, что в самом начале освоения суши у будущих наземных растений еще не было корней. Также они всасывали из почвы минеральные вещества вместе с водой. По-видимому, они делали исключительно с помощью грибов. Так что лекориза возникла уже у первых наземных растений и помогла им освоить сушу. Ну и если вы внимательно меня слушали, то вы, наверное, поняли, что для того, чтобы растения выполняли успешно свою роль провоциентов для того, чтобы они создавали органические вещества для всех остальных участников круговорота, для всех остальных животных, бактерий, грибов и так далее. Им нужна помощь со стороны бактерий и грибов. Совершенно верно. Ну а дальше? А дальше в современной биосфере все-таки разлагают эти органические вещества. Живые и мертвые растения во многом животные, да? Ну кто ест растения, если спросить так человека? Кто ест растения? Кто питается растениями? Семь. Равоятые. Кто, например? Коза. Еще. Лошади. Лошади. Коровы. Коровы. А еще кто-нибудь, кроме любопитающих? А? Человек. Черепаха. Черепаха. Годица. А еще хамильча? Камильча. Из животных. Нет, из животных. Гусеница. О, гусеница. Отлично. Насекомые. На самом деле, на самом деле, нам только кажется, что больших животных, вроде коровы, лошади, козы, зайца, черепахи, много. Больше всего среди животных, конечно, мелких видов. Дождевых червей, насекомых и всякой прочей мелочи. Их больше не только по числу штук, им гораздо больше по общей массе, чем крупных организм. И главные потребители, растители, биомассы, как говорят, это, конечно же, насекомые и отчасти дождевые червы. В тропиках главная группа таких насекомых это термиты. Вы, наверное, знаете, что они якобы очень неразборчивые в пище. Их такой тишок. Говорил термит, термит, он ел я все по алфавиту. И дальше он перечисляет все, что он якобы ел. Но на самом деле, почти все термиты питаются исключительно мертвыми, реже живыми растениями. А из чего состоят растения? Растения состоят, в первую очередь, из целлюлезы. Вот что такое целлюлезы. Вот это целлюлезы, почти чистая. Ну как, аппетитно? Вам хочется ее съесть? Термиту хочется. Если бы мы жили в тропиках, то высока была бы вероятность, что за 50 лет, нет, уже больше, 60 с лишним лет, с тех пор, как была построена эта аудитория, термиты съели бы здесь всю древесину. И все сидения в этой аудитории давно бы разрушились. Вот. Значит, это одни из главных разрушителей. И вот удивительно, парадокс. Они не умеют ее переваривать. Как же они питаются ей? Здесь много таких существ, которые живут в симбиоте бактерий. Их подкажут бактерии, а бактерии помогают им переваривать пищу. Совершенно верно. Термиты – это только один такой пример. У них в кишечнике живут, во-первых, очень такие крупные жгутиконосцы, простейшие, простистые. А внутри этих жгутиконосцев вокруг них, независимо от них, живет масса всяких бактерий, грибков, которые выделяют специальные вещества, ферменты, и помогают термиту переваривать пищу. Он ее, конечно, пережевывает, получается такие мелкие опилки. Потом, например, кусочки этих опилок заглатывают вот эти жгутиконосцы, и внутри них их переваривают бактерии. А потом термит переваривает часть этих жгутиконосцев. И этим живет. Если накормить термита антибиотиками и убить бактерий, то он будет продолжать питаться, будет есть там сухие травинки или древесину, веточки, но при этом улет от голода, потому что переваривать пищу он не сможет. Правда, так поступают не все термиты. Есть одно семейство термитов, африканских, которые держат своих симпионтов не в кишечнике, а в термитнике. Они приносят термитник в древесину или какие-нибудь травинки, хорошенько пережевывают и делают такие грядки. А на эти грядки сажают грибы. Грибы переваривают для них древесину, синтезируют всякие удобоваримые вещества, и термиты собирают урожай грибов в грядки и ими взлетаются. Иногда, если идет очень сильный дождь, и в термитнике продвигает вода, то эти грибы забывают, что они ручные и образуют настоящие большие плодовые тела, вот такие, как на том рисунке. Это самые крупные шляпочные грибы в мире. При этом, кстати, следованные и очень вкусные. Но только они редко вырастают, раз в пять лет. И тогда их все собирают. Ну и, как вы совершенно правильно отметили, такие симбиоты, которые попадают в грибовую пищу, в первую очередь, травоядные. Потому что в траве много целлюлезы, клетчатки, ее трудно переваривать. Есть у многих животных. У коров, у лошадей, у кроликов, у бобров, почти у всех травоядные. У коровы, например, в таком специальном отделе желудка, рубце, живет целый килограмм инфузорий, а также всякие бактерии, грибки и так далее. И переваривание травы происходит в значительной степени именно там. При этом, надо сказать, что в тюллюлезе нет азота. А животным, чтобы строить свое тело, точно так же нужен азот, как и растениям. Что же делать? Как же можно питаться одной бумагой, одной древесиной? С помощью все тех же азотфиксаторов. Вот кто знает, что это за животное тут нарисовано? Указано. Корабельный червь. Отлично, гениально. Кому она относится на самом деле? К двустворчатым моллюскам. Это такая ракушка, представляете? Двустворчатый моллюск. И вся древесина, которая попадает в море, довольно быстро разрушается, потому что корабельные черви питаются древесиной. Так вот, в их организме, в особых таких карманах кишечника, живут бактерии, которые могут переваривать древесину, целлюлезу, и одновременно фиксировать азот. Вот бы научиться их пультивировать, как здорово бы было, прямо из древесины можно было бы получать белки. Но делать это не удается, они живут только внутри корабельного червя. Зато можно культивировать самих корабельных червей. Они большие, бывает даже вот такие некоторые. И, как и другие ракушки, вполне съедобные. Так что, если наладить их разведение, их можно использовать в пищу. Это делают действительно. Как видите, потребление растительной биомассы животными тоже невозможно без помощи эндосимбионтов. Хуже всего приходится для, потому что они питаются таким сладким сиропчиком, в котором есть только один сад, и почти нет других веществ, растительным соком. И поэтому им нужна масса разных эндосимбионтов, чтобы справиться со всякими проблемами, возникающими в свидетельстве. Неправильно не буду рассказывать. А вот другой пример это, правда, не животное. Это узория туфелька. В дословном переводе туфелька сумчатая. Не знаю, что она так называется. В ней, как видите, внутри живут золклореллы. Кто такие золклореллы? Одноклеточные водоросли, похожие на клореллу. Туфелька прозрачная. Они там внутри фотосинтезируют, образуют кислород, помогают ей дышать, поглощают углекислый газ, который она выделяет, поглощают всякие другие вредные продукты ее обмена и соли, а сами подкармливают ее органическими веществами. Просто вытаскивают. Все тупельки род Парамециум. Так называются. Парамециум Пудатова тупелька хвостатая, а Парамециум Бурсария тупелька сумчатая. Тупелька, напомню, тупелька это род Парамециума. Это большой род, в котором больше 100 видов. Вопрос вполне в тем. Золклораны есть не только инфузории животных. Например, существуют обычные гидры. Есть зеленые, обычные гидры может иметь примерно месяц, а зеленая гидра может выжить без пищи полгода. Похожие симбиотические водоросли, только не зеленые, а желтые в переводе, они правда часто буроватые. Зооксантеллы особые водоросли живут во многих других морских животных. Но этих животных вы, конечно, знаете, водоросли, это коралловый полип, вот это кто? Исторический моллюск, редактор самый крупный в мире. Вот это такой блажайберный моллюск морской слизи, вот это какой-то крупный гидронный полип. Так вот, во всех этих животных живут симбиотические, одноклеточные, водоросли, и отчасти зооксантеллы, отчасти все эти животные фотосинтезируют как растения. Вот это особо интересный случай. В полипах живут зооксантеллы, а глажайберные моллюски питаются полипами. Самого полипа они переваривают, а водоросли, которые внутри в него сидели, забирают себе и культивируют вот здесь таких специальных выростов в попилах. И там водоросли продолжают фотосинтезировать. То есть у них водоросли, которые они украли у бедного полипа, предварительно его съев. Зеленая гидра, в ней живут зооксантеллы. Ну вот, и особенно важен этот симбиоз зооксантеллами для полипа. Оказывается, без этого симбиоза коралловые полипы даже не способны построить коралловый риф, потому что образовывать известковый скелет, из которого состоит риф, им помогают именно водоросли. Коралловые полипы без водорослей бывают, а вот коралловые рифы, такие настоящие, звуководные, оказывается, не бывают. Не случайно трудно на этой фотографии с первого взгляда различить, где коралл, а где мешайник. Ну да, потому что там вода голубая. Необъемные, да, потолще, правда, потолще, потолще, можно все-таки различить. Почему они так похожи? В чем причина этого сходства? Давайте подумаем. Да. во-первых, это не бактерии, а водоросли. Вы плохо слушали. И там, и там симбионты, эндосимбионты это одноклеточные водоросли. И поэтому у них зеленый цвет, правильно. Но они же не только по цвету похожи, а по форме. Почему? Почему у них такая похожая форма? тема одна. Нет, состав у них разный. У кораллов политика с висковой скилета, у лешайников никакого вискового скилета нет. Клетки? Нет. Клетки не совсем разные. Лешайников какие клетки? Предки? Общие их предки не ели такой формы. Общие клетки. Кораллы это животные, а лешайники это грибы. Их общие предки были одноклеточные. вообще да. Симбиоз как это с одним и тем же в лешайнике есть гриб. И в грибе живет одноклеточное водоросль. Да? Кораллов никакого гриба нет. А внутри клеток коралла это животное живет одноклеточное водоросль. Почему у них похожая форма? Отлично, гениально. А почему нужна большая площадь поверхности? Вот такая резульционная форма. плоские листья. Для фотосинтеза? Потому что они должны обесвечить своих сембиотов одноклеточные водоросли светом. Поэтому коралловые полипы часто имеют такую разветвленную форму и похожие на растения. Правда вы могли бы если внимательно следили задать вопрос а как же вот этот коралловый полип похожий на мячик? Что у него нет андосимбионтов? Во-первых может быть и нет потому что они есть не у всех кораллов. А во-вторых есть другие причины по которым коралловые полипы не всегда могут себе позволить быть похожими на лишайник. Например бьют волны по ним то такой коралл просто разломался и там приходится иметь любую форму тел. Кто из вас был когда-нибудь на коралловом рифе? Поднимите руки. Вот смотрите есть и так уж много народу но я всем остальным желаю чтобы у вас была такая возможность чтобы вы успели побывать на каком-нибудь коралловом рифе это очень интересно. Там такое количество кораллов сотни каких-то рыбок всякие креветки морские ежи галатуре куча других животных это очень интересно. Но большинство коралловых рифов находится в открытом океане. Если вы немножко отклывете кораллов рифа и начнете смотреть вокруг ну ну в масках так же как на кораллов рифе вы вообще практически никого и ничего не увидите. Это только на картинках рисуют что в открытом океане куча всяких каких-то рыб акул китов и так далее. На самом деле в открытом океане очень мало животных потому что там очень мало растений а очень мало растений там потому что там очень мало нужных для растений минеральных солей растений есть солей но совсем не где вот тех самых средних азота не хватает растениям трудно расти животным нечем питаться и это безжизненная пустыня безжизненная пустыня поверхность океана в открытых его частях что же говорить тогда про дно океана это вдвойне безжизненная пустыня там совсем нечем питаться туда не проникает солнечный свет там совсем нет водорослей чем питаются глубоколодные животные но только теми остатками которые падают с верхних этажей называется дождь трупов а пока эти трупы дойдут до дна их еще по дороге успеют обголодать всякие животные бактерии и так далее поэтому это безжизненная пустыня и вдруг оказалось что на дне океана среди этой пустыня есть настоящие оазисы жизни количество животных на квадратный метр несколько килограммов столько же столько на коралловом рифе самые заметные из этих животных вот такие гигантские черви которые сидят в белых трубках а наружу торчат красные щупальца да лифти тут я пропустил одну важную иллюстрацию где эти лифти живут живут они возле так называемых черных курильщиков а черные курильщики находятся обычно возле среди океанических хребтов там происходит извержение образуется новая земная кора лава на поверхности морского дна застывает и растрескивается морская вода через трещины проникает на глубину нагревается до температуры 300 или 400 градусов представляете но при этом остается жидкой потому что очень высокое давление а потом некоторых местах выпиваются на поверхность морского дна конечно как из артезианской скважины и образуется из частичек металлов что-то похожее на черный дым дальше эта вода как расплавленный огонь 400 градусов смешивается с холодной морской водой и там можно найти любые температурные условия и вот вокруг этих черных пыльщиков сидят рифти огромные вот такого размера рапушки полно каких-то крабов креветок риф рифки живут при температуре примерно 15 градусов очень быстро растут и самая унивительная их особенность это то что у них нет вертания кишечника и когда их нашли сразу же стали думать как же они питаются как же такие огромные животные добывают тебе пищу оказалось что там где у нормальных червяков кишечник у этих червяков специальная ткань пропасола набитая под завязку бактериями а эти бактерии очень удивительны они тоже могут синтезировать органические вещества из неорганических только не с помощью энергии солнечного света потому что солнечного света там нет а с помощью энергии химических реакций лифти поглощают очень ядовитый газ сероводород поглощают кислород поглощают углекислый газ и все это с помощью своей крови переносят своим бактериям и кормят их те окисляют сероводород и используют реакцию как источник энергии и синтезируют органические вещества процесс это называется хемосинтез синтез органических веществ без участия солнечного света а рифти частично переваривают этих бактерий и получают все необходимое как это неудивительно в личинках рифти вот таких вот маленьких которые расселяются в толще воды плавают с помощью ресничек никаких бактерий нет они не получают это наследство от матери когда такая личинка оседает на дно у нее еще есть рот и кишечник и она некоторое время ползает и просто собирает бактерий со дна ну и все думали что она наглатывается в нужных бактериях а потом рот зарастает но оказалось что питается одними бактериями а хемосинтез осуществляют другие которые не входят в состав пищи оказалось что эти бактерии просто заразные они проникают в рифтию сами сквозь кожу и заселяют всю середину ее тела после этого рифтия перестает питаться строят трубку отращивают щупальца и всю оставшуюся жизнь уже питаются за счет хемосинтеза своих симпиозов ну и животных которые вступают в такой симпиоз не так уж мало вот например эти гигантские ракушки которые живут тоже по соседству с черными курильщиками имеют таких симпионтов своих жаброк и такие животные встречаются в других местах довольно часто в симпиоз вступают два вида живых организмов а три или больше например в некоторых причинения и зеленые водоросли и синие зеленые цианобактерии это обычный лишайник пельтегера бывает что в этом симбиозе участвуют вирусы довольно нередко вот я очень советую вам этот сайт элементы там есть интересные статьи ответы на все детские вопросы задачи и так далее по биологии посмотрите его вот там описан такой пример тройного симбиоза какой-то вид травы живет вокруг горячих источников в Америке где температура почвы примерно 50 градусов другие растения там не выживают оказалось что чтобы выдерживать такую температуру этим травям нужен симбион гриф но для того чтобы гриф обеспечивал теплоустойчивость нужно чтобы этот гриф был заражен вирусом ученые разобрали это все на части вырастили отдельно траву вырастили грибов которые не заражены вирусом и выросли грибов которые заражены вирусом потом взяли другой вид растений какие-то помидоры посадили на горячую почву но естественно все помидоры умерли тогда они заразили помидоры грибов без вируса посадили на горячую почву помидоры умерли потом они взяли помидоры заразили грибов который заражен вирусом посадили на горячую почву и помидоры прекрасно там росли о здорово вот если наступит глобальное потепление везде температура стоишь почвы станет 50 градусов мы не умрем от голода на самом деле много видовых симбиозов гораздо больше чем двух видовых вот например эти акации это бобовые правда же значит у них есть клубеньки на корнях действительно если откопать корни есть клубеньки это высшее цветовое растение значит наверно у них есть мекориза у них есть симбиотические грибы которые помогают ему всасывать воду из почвы да конечно у них есть симбиоты муравьи о которых я вам рассказывал но чтобы произошло опыление и развились семена нужны еще какие-то опылители уж не знаю кто рискует опылять всякие акации если там кусаются муравьи но можно представить себе что какие-нибудь насекомые допустим в пленном хоботок граждане которые могут висеть в воздухе только в хоботок засовывать цветов и муравьи не успевают их записать а самые симбиотические животные это губки слышали про таких морские организмы бактерии во многих губках больше чем самой губки они больше чем наполовину состоят из бактерий причем в одной губке может быть до 8 видов бактерий и они выполняют всякие важные функции но оказывается самая важная функция бактерий для губок заключается в том что они помогают губкам синтезировать ядовитые вещества потому что губки сидящие неподвижные а неподвижное животное вся готов обидеть откусить от него кусочки обгрызть немножко это сделать не так то просто большинство губок очень невкусные а многие из них просто ядовиты и вот за эту ядовитость отвечает их симбиом ну а люди как обстоит дело с нами все-таки нас больше всего интересуем мы сами можно ли нас сравнить с акациями плями губками во-первых кишечник вот эти числа это нижние оценки может быть тут нолик потерян в теле человека примерно 100 миллиардов клеток некоторые считают что 1000 миллиардов но оказывается на каждую нашу клетку приходится 10 клеток бактерий в нашем теле в десять раз больше бактерий чем наших собственных клеток где эти бактерии живут где они сидят в основном конечно толстом кишечнике у взрослого человека там почти килограмм бактерий а еще добавьте слизистую оболочку рта поверхность кожи и не только поверхность на некоторую глубину они тоже проникают сумме получится килограмма полтора 2 больше чем масса многих органов таких например как сердце так что эти бактерии некоторые считают еще одним добавочным органом человеческого тела только недавно с помощью современных методов удалось оценить сколько видов бактерий живет человеке оказалось еще много в каждом человеке примерно 500 а в разных людях они немножко разные так что во всех людях больше тысячи видов и они играют очень важную роль в обмене веществ в работе иммунной системы защите от других бактерий во всяких процессах самая важная роль конечно самое важное заключается в том что они помогают нам защищаться от инфекций если уничтожить всех бактерий на коже и толстом кишечнике то такой человек страдающий от дисбактериоза в общем виде почти наверняка станет жертвой каких-нибудь кожных инфекций или кишечных инфекций которые вызывают болезнетворные бактерии ну как они нас защищают самый простой пример это роль молочнокислых бактерий вы знаете что молоко может прокиснуть да получится там простокваша или йогурт в зависимости от того какие бактерии живут ну а оказывается то молоко которым кормят детенышей или питающие и люди в том числе оно тоже с самого начала немножко прокисше потому что в протоках молочных желез живут молочнокислые бактерии и первая капелька молока которую выпивает ребенок это не совсем молоко а скорее йогурт или простокваша таким образом во первых эти бактерии попадают в кишечник а во вторых что очень важно они защищают от проникновения болезнетворных бактерий сами молочные железы ну что молоко в нем жиры и белки и углеводы оно жидкое когда кормят детеныша еще немножко вытекает наружу это же идеальная среда для размножения бактерий и они в некоторых случаях вполне способны вызвать серьезные болезни и наверняка делали это бы чаще если не молочнокислые бактерии они его разлагают образуется молочная кислота сами они выдерживают эту молочную кислоту а большинство болезнетворных бактерий от неё дохнут это очень важно для человека но они выполняют кучу всяких других функций иногда они приспособлены к составу пищи и от этого зависит даже то какой пищей могут питаться разные люди вот например японцы как вы наверно знаете с удовольствием едят морские водоросли а если вы наелись этих же водорослей да еще в таком же количестве то не исключено что вам бы стало может быть от них и плохо они бы не перевалились у вас кишечники почему оказалось что у японцев живут те же виды бактерий что у нас но другие разновидности потому что какие-то морские бактерии которые умеют переваривать водоросли передали кишечным бактериям японцев свои гены и благодаря этому научились помогать переваривать водоросли так что тут может действовать поговорка что японцу здорово то русскому смерть вышла хорошая книжка микробы хорошие плохие не так давно его уже принципе купить если вас эта тема заинтересовала и там про это рассказано подробнее оказывается еще в начале века такой русский ученый константин сергей милишковский выдвинул идею что наши с вами клетки клетки с ядром это особые симбиотические сверхорганизмы эту идею надолго забыли потом 60-е годы я стала пропагандировать американская исследовательница лин маргереса на второй фотографии сейчас их теория считается общепризнанной отчасти это конечно шутка хотя это и цитата из изречений великого физика максу планка на самом деле новая теория часто побеждают потому что умирают сторонники старых потому что появляются какие-то новые факты в их пользу эти новые факты постепенно накопились на чем идет речь вы может быть знаете что во всех наших клетках есть органоиды ядро цитоплазма цитоплазмы какие-то части клетки одна из важнейших частей наших клеток это метафондрию про них будет одна из лекций в этом полугодии почему они важны эти органоиды снабжают клетку и весь наш организм энергией именно они потребляют кислород которым мы дышим и образуют специальное вещество которое служит источником энергии например работы мышц так вот перешковский маргелес придумали что эти метафондрии на самом деле когда-то были бактериями а кроме того бактериями были хлоропласты пластины растений которых происходят фотосин какая-то древняя клетка у которой наверно уже было ядро проглатовала бактерии и переваривала их но какие-то бактерии вступили с ней симбиоз удалось уговорить эту клетку не переваривать их потому что они начали приносить ей пользу если речь идет про метафондрии то они обеспечивали ее энергией а если речь идет про хлоропласты то они синтезировали для этой клетки органические вещества до этого она была гетеротрофной и питалась бактериями после того как клетка приобрела хлоропласты она стала автотрофной и превратилась в растения волк превратился в капусту оказывается было поэтому каждой клетке нашего тела не только в толстом тишечнике есть множество бактерий бывших бактерий метафондрии почему мы считаем их не бактериями органоидами нашей клетки потому что произошел удивительный процесс большинство генов которые в этих бактериях были переместились в ядро а значит большинство белков из которых они состоят теперь синтезирует наша клетка они как бы передали почти все свои полномочия стали полностью от нее зависеть поэтому конечно теперь это уже органоиды и поэтому вне наших клеток митохондрии размножаться не могут точно также вне клеток растений пара пласты размножаться не могут ну и предками пара пластов были сине-зеленые водорослые цены бактерий сейчас хорошо известны известно даже от таких бактерий что произошли наши митохондрии дальше там была сложная история про хлоропласт ее мы пропустим ну вот ну и мы знаем откуда взялись митохондрии мы знаем откуда взялись хлоропласты но ученые до сих пор не могут договориться откуда взялась та клетка которая фрагматила откуда взялись наши клетки с ядром это загадка для науки понятно что они возникли где-то внутри бактериальных матов и когда сравнивают гены геокриот бактерий и третья большая группа организмов похожих на бактерии архей то получается вроде бы что эта клетка предок нашей клетки нахватала свои гены ядро откуда попало от самых разных живых организмов оказывается так бывает живые организмы разных видов может обмениваться генами и это тоже форма взаимопомощи между ними ну например есть такие червяки не очень приятные многие из них нематоды какие-то из них паразитируют человеке а какие-то питаются древесиной и они могут переваривать эту древесину сами без помощи бактерий удивительно все животные не могут они могут как же они научились откуда у них взялись такие способности посмотрели оказалось что они получили такие гены от бактерий и грибов подарок и последнее как я уже упоминал у термитов есть сельское хозяйство они могут выращивать грибы на грядках есть такие муравьи очень вредные часто для человека которые слезают листья деревьев называются муравьи листорезы потом они пережевывают их удобряют выращивают на этих грядках специальные грибы а а если там вырастают плохие грибы паразитические то эти муравьи притаскивают бактерии которые убивают вредители антибиотиками то есть они ведут настоящее довольно продвинутое сельское хозяйство а теперь давайте подумаем что такое сельское хозяйство человека а что такое сельское хозяйство человека вспомните определение мутуализма что такое мутуализм это взаимовыгодное сожительство двух и немецких видов других организмов как вы думаете подходит под это определение сельское хозяйство человека разведение животных и растений да а почему какую выгоду получают там коровы перед пшеницей а там они живут в сельское хозяйство человека конечно конечно мы съедаем корову конечно мы съедаем часть пшеницы но и муравьи съедают часть плей зато мы защищаем корову от личников и численность коров гораздо больше чем любого вида диких копытных животных которые не живут в симбиозе с человеком поэтому коровы в конечном счете тоже получают от нас пользу поэтому наше сельское хозяйство это тоже пример вот такого развитого мутуализма между разными видами ну и в заключение теперь вы знаете что в результате симбиоза возникли наши клетки с ядром возникла современная биосфера возникло сельское хозяйство вместе с ним и современное человеческое общество неприятный отчет дело в